Путина с Трампом 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 Всему миру, что мы категорически не потерпим попытки втянуть Украину в НАТО. Мы только не можем с этим согласиться. Мы считаем, что это является крупнейшей угрозой нашей безопасности за многие последние годы, потому что отмена договора по ракетам малой и средней дальности означает, что если Украина втягивается в НАТО, все центры управления нашей Российской Федерации оказываются под прицелом и могут быть подавлены в течение нескольких минут. С этим не может согласиться ни одна страна, которая заботится о безопасности своих граждан. Поэтому мы должны сегодня официально заявить всей Европе, НАТОвцам и тех, кто захватил власть на Украине, мы это не потерпим. Используем все меры, которые есть в нашем распоряжении для того, чтобы это не допустить. Второе, о чем бы я особо подчеркнул, ставка на олигархию на Украине полностью провалилась. Попытка удержать Януковича беспомощно, попытка заигрывать с Порошенко не только провалились, а по сути дела поощряли к тем провокациям, которые мы реально видим. Надо прямо заявить, что сегодня в Киеве сидит нацистско-бандеровская власть, незаконно захватившая ее. Сидят люди, которые являются организаторами провокаций, которые являются подельниками ЦРУ и которые разжигают войну в Европе. Европа должна прекрасно знать нашу позицию и наши оценки этим действиям. С другой стороны, мы обязаны все сделать для того, чтобы напрямую обратиться к гражданам страны. Я считаю, что президент, члены правительства, наиболее влиятельные люди в стране обязаны еженедельно обращаться к гражданам Украины с тем, что Украина и народ Украины для нас дружественны и родственны, что мы имеем с ними тесные многовековые связи, что мы готовы всячески развивать все виды отношений – экономические, культурные, личные, деловые, родственные и семейные. В этой связи надо немедленно принять решение о доступности для любого гражданина Украины и получить российское гражданство без права потерять гражданство Украины. Это надо делать быстро, грамотно и очень эффективно. На этом фоне надо признать Донецкую и Луганскую народные республики. Они первые восстали против нацистско-бандеровской власти. Они первые прикрыли нас от нашествия натовцев на наши просторы. Они первые поднялись в полный рост. Я считаю совершенно недопустимым дальнейшее позволение обстреливать Донецкую и Луганскую республик. Надо официально заявить, что мы предпримем в том числе и необходимые меры защиты для наших друзей и сограждан Донецкой и Луганской республики. С точки зрения финансово-экономической надо поручить правительству, чтобы оно организовало тесный контакт всех районов Донецкой и Луганской республики с нашими ведущими промышленными производственными центрами. Эти две республики имеют мощный потенциал, прекрасные, хорошо подготовленные кадры и способны эффективно работать, не ожидая никакой помощи. Но для этого надо восстановить кооперацию, которая традиционно была с этими регионами. Это не нарушает никакие ни Минские, ни другие договоренности и соглашения. На мой взгляд, надо прекратить свару, которая без конца продолжается как мыльная грязная опера на целом ряде каналов, посвященной проблемам Украины. Если такую же свару организовать в любой семье и в любом коллективе, вы разбежитесь через две недели. Здесь без конца вместо поиска решения, вместо ответа на вопросы устраивают организованные скандалы, которые пошляют и которые многолетние, многовековые отношения с украинским народом опускают иногда ниже плинтуса, что совершенно недопустимо и противоестественно. Мы считаем, что очень важно и предупредить нашествие пятой колонны, которая сегодня поднялась внутри страны полный рост. По сути дела, либеральная свора, которая в свое время распродавала страну в 90-е годы, сегодня пытается взять реванш. Реванш просматривается и в пенсионной реформе, что абсолютно недостойно вызывает изжогу у граждан. Просматривается в законе о самозанятых, когда человек еле выживая, вдруг должен платить какие-то налоги. Просматривается в попытке разогнать мупы и гупы, которые позволяют нормально управлять городами и селами. А с другой стороны, надо все сделать для того, чтобы реализовать послание президента, сформировать бюджет развития. Для этого мы подготовили свои законы и наша команда готова. Это реальный пункт. Наибольшей угрозой для дестабилизации ситуации внутри страны является курильский вопрос. Вопрос о островах решен в 1945 году. 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции. Германия тоже в свое время подписала акт о капитуляции. В Германии мы вели четыре годы войну, потеряли 27 миллионов лучших сынов и дочерей. Германия не потребовала никакого мирного закона. Капитуляция означает, вы капитулировали и согласились с условиями капитуляции. Согласилась и Япония. Поэтому любые претензии на любые острова, проливы абсолютно незаконны. Если вопрос там кто-то ставит, тогда задайте им встречный вопрос. Докуда будут на Кенаве сидеть американцы? Выгоняйте всех из своей страны и ставьте в новых условиях тогда эти проблемы. А попытка залезть на эти острова вместе с американцами означает перекрыть открытые теплые проливы для нашего флонта, сделать Охотское море не внутренним, а внешним, присосаться к огромным биоресурсам, которые есть в этих, и нарушить полностью дестабилизировать военно-политическую обстановку на Дальнем Востоке и в Азии. На это не может пойти ни одно правительство. Поэтому заигрывание некоторых членов правительства с руководством Японии на этом фоне совершенно недопустимо. Правительство и Путин в ходе так называемой пенсионной реформы уже потеряли 20%. На Курилах, если они пойдут навстречу этим незаконным требованиям, они потеряют все остальное и дестабилизируют политическую обстановку в стране. Мы считаем, что сегодня наступил процесс прозрения. Всем ясно, кто друг, кто противник, кто враг. Поэтому четко обозначьте свою линию, консолидируйте общество, осваивайте новые технологии и помните одну простую историческую истину. Побеждают те, у кого есть для этого три главных элемента. Первое – современная техника. Второе – хорошо подготовленные кадры. И третье – политическая воля. Без политической воли в новых условиях ни один вопрос не может быть решен. И вы не добьетесь никаких побед и успехов. Проявите волю, обопритесь на мнение всех граждан и на свою победную историю. Вы получите нужный результат. Мир, демократическое общество и нормальную социальную программу, которая позволит всем людям жить достойно, мирно, в очень уважаемой стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова